Практически вся работа в отделении спортивной медицины лежит на плечах этих хрупких девушек. Ежедневно они проводят обследование полусотни спортсменов и оформляют необходимые документы для допуска к соревнованиям. Татьяна Хороших – молодой специалист и заведующая отделением. Закончила Читинскую государственную медакадемию, а несколько лет назад переехала из Забайкальского края в Анапу. Татьяна с детства была неравнодушна к спорту. Эта работа – своеобразный компромисс. Кстати, Анапское отделение спортивной медицины было признано одним из лучших в крае. Здесь проходят обследования не только местные спортсмены, но и гости из Крымска, Абинска, Темрюка, Славянска-на-Кубани и даже Новороссийска и Геленджика. Это наша организационная работа. Я бы хотела поблагодарить заведующее отделение медицинской профилактики Тасипяна Унаславаевна. Она является главным организатором всего нашего подразделения. Ну и также своих коллег, которые благополучно справляются со своей работой. На Кубани существует всего четыре подобных учреждения. Как отмечают врачи, чаще всего пациенты обращаются за допуском к соревнованиям. Спортсмены, находящиеся на высшем этапе мастерства, проходят 40 исследований и 13 консультаций. Обследование проводится с помощью самого современного оборудования. В прошлом году в отделении была закуплена техника на 10 миллионов рублей. На этом оборудовании мы проверяем общую физическую работоспособность, то есть, грубо говоря, как сердечно-сосудистая система и дыхательная система спортсмена реагируют на данный вид физической нагрузки. Это электрокардиограф, аппарат УЗИ, комплекс суточного мониторинга ЭКГ, спирограф, велоэргометр и многое другое. Сейчас в отделении спортивной медицины принимают пациентов четыре врача, а также несколько медсестер. Прошлым летом к женскому коллективу присоединился единственный мужчина. Как говорит врач, у работы в такой команде одни плюсы. В преддверии 8 марта хотелось бы поздравить не только женский коллектив отделения спортивной медицины, но и также женский коллектив всего нашего центра профилактики. Пожелать им здоровья, достижений в дальнейшей медицинской деятельности, а также всегда быть красивыми и позитивными. Ксения Сипко, Роман Беркалеев, Анапа, Регион.